Небольшими кусочками нарезаю шампиньоны. Теперь мелко нарезаю репчатый лук. Добавляю растительное масло и обжариваю до готовности. Мелко нарезаю копченую курицу. Вместо курицы можно взять ветчину. Сыр натираю на крупной терке. Грибочки поджарились. Теперь добавляю немного соли, черного перца и перемешиваю. Приготовим соус. Я беру майонез и сметану. Можно, конечно, использовать только майонез, но мне больше нравится в сочетании. Сметана с майонезом соус получается более нежным. Теперь соусом промазываю лаваш. Теперь на лаваш выкладываю копченую курицу. Следующий слой грибы с луком. Посыпаю тертым сыром. И, конечно же, зелень. У меня сегодня зеленый лук. Ну, а теперь все это вкусняшку заворачиваем в рулетик. Заворачиваю рулет в пищевую пленку и отправляю, ну, хотя бы на 30 минут в холодильник, чтобы рулет пропитался. Переходим ко второму рецепту и мелко нарезаем лук. Буду еще добавлять грибочки. У меня замороженные лисички. Грибы отправляю в сковородку. Добавляю растительное масло и обжариваю. Пюре приготовила заранее. И выкладываю в миску. К пюре добавляю обжаренные лисички с луком. Обязательно добавляю зелень. Я возьму зеленый лук и укроп. Добавлю еще небольшой зубчик чеснока. Черный молотый перец. Соль. И перемешиваем. Перекладываем начинку на лаваш и распределяем ровным слоем. Ну, а теперь заворачиваем аккуратно в рулет. Можно, конечно, уже рулет кушать и так. Но мы сделаем его еще вкуснее. Нарезаю на небольшие кусочки. На сковородку, в которую жарила лисички, добавляю сливочное масло. И буду обжаривать лаваш с двух сторон. Готовый рулет нарезаем порционными кусочками. И выкладываем на блюдо для подачи. Закуска готова. Давайте скорее попробуем. С картошкой и грибами. Супер! Вообще, это моя самая любимая начинка. Знаете, это банально просто и нереально вкусно. Напишите, пожалуйста, какая ваша любимая начинка. Подписывайтесь на наш канал. Давайте готовить вместе. Вкусно, просто и быстро. Прошу к столу. И приятного вам аппетита!